Ну что, Балат, если вы хотите о последовании поговорить, давайте начнем. Немного подготовился. Само любопытно, что формализации арифметики и попытки как-то ассиматизировать основные положения арифметики, связанные с натуральным рядом, были впервые осуществлены аж в XIX веке, во второй половине. То есть это вообще, говоря, позднее, какие-то исследования. Ну и там есть два способа. Есть способ, когда используются количественные числа, и, собственно, нам это неинтересно. Слово 4 Мерос там показывается, вводятся натуральные числа. Это неинтересно, потому что на некотором смысле тут есть превышение необходимости, можно было бы проще видеть. Но вот есть как бы любопытные аксионы пиано, которые вводят натуральный ряд, исходя на самом деле и тем самым как будто вводятся именно порядковые числа. Причем вот я просто зачитаю этот аксиом, все лишь пять, да, они простые, и будет ясно на самом деле, что это похоже на то, чем мы занимаемся мы. Вот первая аксиома, значит, единица есть натуральное число. Вторая аксиома, следующее за натуральным числом есть натуральное число. Единица не следует ни за каким натуральным числом. Всякое натуральное число следует только за одним натуральным числом. Ну и пятая аксиома – это аксиома полной индукции, что если какое-либо предположение доказано для первого элемента, и из допущения, что оно доказано для n элемента, следует, что оно верно также и для n плюс первого элемента, то это предположение верно для всех. Причем, в моем комментарии, если убрать предположение первого элемента и рассмотреть эти аксиомы, исходя из того, что в принципе есть некое расследование, то получается, что натуральные числа отводятся тем способом, что за натуральным числом следует натуральное число. За каждым натуральным числом следует только одно натуральное число. И, собственно, доказывается, что это как раз через аксиома полной индукции тем способом, что вот эта функция исследования, она верна как, ну тут, обязательно для первого элемента, так и верна для n элемента и n плюс первого. То есть делается перекод от n к n плюс первого элемента. И тем самым вводится вот так порядковые числа. Причем как бы дальше теория усложняется, там они ординалами называются, и там оно как бы накручивается дальше. То есть порядковые числа это касается отдельная область математики, где там она изучается, называется ординалами эти числа. Они отличаются от количественных чисел существенно. То есть это все разработано. То есть для введения натурального ряда чисел достаточно просто простой функции исследования. То есть то, что мы называли следующим. Единственное, я говорю, разница состоит в том, что у них есть обязательно первый элемент, да, и связано с этим первым элементом аксиома о том, что вот именно первый элемент ни за чем не следует, да, что первый элемент это вот начало. И не требует здесь никакого введения функции количественной, то есть никакого сложения, там ничего. Только функции исследования. Ну, в чем разница? В том, что мой тезис заключается в том, что натуральному ряду предшествует и служит ему основанием множество. Многое. Причем, как мы говорили в прошлый раз, многое не означает разное. Оно означает только многое. На самом деле, я думаю, имплицитно здесь тоже предполагается, что все-таки натуральные чисел не одно, я думаю. Иначе понятие исследования это не вместирует. То есть просто в вашем построении более четко проговорены даже более глубинные предпосылки. Здесь как бы, что хочет сделать аксиоматика? Она хочет как бы из пустоты ввести какие-то правила, по которым бы задавался какой-то математический объект. Но здесь нет такой предпосылки, что вообще-то, как говорят, их натуральные чисел не одно. Так что их много. Что вообще-то, как говорят, есть какое-то множество, на котором все это задано. Откуда бы взялись элементы, там, N, N плюс 1, да, все это предполагает, что вообще-то этих натуральных чисел много. Что с точки зрения, если брать как бы построение от начала, как бы не очевидно, почему их много. Это же надо как-то... У нас, скажем, построение, оно основано на воспроизведении. То есть, если какой-то сам элемент, то есть, то, что строит, да, это, то есть, а тут как бы полагается, что что-то как бы есть, и мы это вот, то, что есть, можем вот как-то аксиматизировать, да, задать формально. Но вот то, что в математике количество и порядок как бы очень четко разделены, и даже в отдельной теории существуют порядка и числа, там, и количественное, это вот четко, это вот все четко проведено. И что, как бы, именно натуральная, она задается именно как порядковый ряд. То есть ряд, который вполне упорядочен, как говорится, по-моему, тематически. Главное, что интуиция исследования, она, это все-таки позднее, достаточно математическое, ну, как бы, там, не знаю, открытие, что-то. Ну, это девятнадцатый век, там, как-то математику уже там во суши, и глупо уже была развита. Чего математика еще разобралась? Ну, что вот есть, как бы, вот, некого рода особые порядковые числа, и что, ну, тоже ряд надо, вот, вводить как-то через исследование. Вот, я говорю, девятнадцатый век, вторая половина. С точки зрения математической науки, это позднее время, потому что там уже много, почти все уже было, как бы, там, открыто, там, исследовано. Ну, скажем, много, там, математик, почти, ну, там, много, что было сделано, классический математик, тогда все было сделано, почти. Ну, давайте еще раз, значит, пройдемся. Форма, причина, предмет. Мы рассматривали тезис, быть причиной, значит, воспроизводить себя причиной. Поэтому форма обнаруживает себя в качестве причины лишь в ситуации воспроизведения. Не произведение, а воспроизведение. Продолжение следует... Воспроизведение... Воспроизведение... В самой идее воспроизведения нет ни повторения того же самого, ни перехода к иному. Когда мы говорим о переходе к иному, то мы имеем ситуацию последовать. Переход к иному, поскольку иное то же самое, что и одно, то иное получает смысл следующего. Значит, сначала, видимо, возникает одно и иное, а поскольку иное от одного содержателя не отличается, то единственный смысл иного, инаковости, иности – это следующее. Следующее. Еще одно следующее будет, как мы говорили, будет следующее следующего. И мы получаем некоторое движение, которое, опять же, мы говорили, не заключает в себе больше и меньше, а только следование. Следование есть, а больше и меньше нет. Мы так же говорили, что в моем предыдущем кекте этого совсем нет, что порядковый счет, простое следование… следование… Это время. Это время. То же самое, что время. Это определение времени. Времени, которое не растет. Не бывает времени больше и меньше. Но время уже есть. Предыдущее и последующее. Счет и время – одно и то же. Итак, мыслить переход – значит мыслить иное. Мыслить иное – значит мыслить следующее. Значит мыслить время. Время – это то, что происходит без того, что оно растет. Мы сравнивали с… Усилием Игоря сравнивали с… Видимо, это концепция все-таки априорного времени. Получается все-таки априорного времени. Переход как таковой, без того, что переходит, и без состояний – это априорное время. У нас не получается априорного времени. У нас априорного времени не выходит. У нас с самого начала есть простые предметы, которые расположены один после другого. И это вытекает из понятия многого. Просто вытекает. Есть многое сначала, которое никак не воспроизводит, воспроизводит. Вот, 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 вот. Раз, 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 раз. Затем мы рефлектируем воспроизведение. И что мы делаем? Мы рефлектируем воспроизведение. Это что значит? Это значит, что мы в воспроизведении находим две стороны. Как мы уже несколько раз говорили. Одна сторона – это возвращение к прежнему. Действительно, воспроизведение есть возвращение к прежнему. Это сторона. Другая сторона – это переход к новому. Воспроизведение прежнего, возвращение к прежнему, мы… Отбрасываем. Как недействительный опыт. Как самостоятельный опыт он невозможен. Потому что тогда одно вот будет вне связи с любым другим вот. Поэтому мы, как сторона воспроизведения – да, как самостоятельный опыт – нет. А вот переход к новому – это вполне самостоятельный опыт. Вот. Новое вот, новое вот. И значит, еще раз, поскольку всякое новое здесь ничем не отличается от старого, иное – от одного, то мы говорим следующее. Значит, разница с вашим построением, математическим построением в том, что они начинают все-таки со единиц, а мы со множеством. Это хорошо, что это так ясно прочерчивается. Мы начинаем не с одного, который ничему не предшествует, а со множеством. И множество есть, и последование есть рефлексия множества. Еще раз, мы рефлектируем воспроизведение, то есть множество. Находим в нем в качестве стороны переход к иному. И следующим шагом рефлексии делаем этот переход самостоятельным образом. Значит, переход для нас – это рефлексия множества. Переход – это как бы первая рефлексия множества. Не просто многое, не просто воспроизведение. А переход к иному – то есть следующее. Возникает время, как вытекающее из множества. Время – как рефлексия множества. Время – как рефлексия множества. Но не количественное время, правильно я понимаю? Да, да, еще раз, да. Здесь время просто заключается в ее простое исследование без большей и меньшей. Я всячески крутил эту мысль, у нас все-таки время получается дискретное. Да. А не непрерывно. Я подумал, ну так немножко правильно, подумал, что, скажем, святает. Это временное определение или нет. Но я так и не смог с этим еще справиться. Меняешь состояние. Меняешь состояние. В ситуации, святает, есть только изменение состояния. Но нет, по крайней мере, ясно, нет раньше-позже. В общем, я не справился с этой мыслью, святает это уже время или нет. Не, возможно, придется количество на какое-то время вводить. А оно может быть гибрированное, как любое количество. Возможно, количество – там возникнет гибрированность. Почему, видимо, количественный счет так же дискретен, как и порядковый? А половинки и так далее, доли? А что, Дори, разуменяют квартиру? Нет, половинки, вообще-то, тоже счетные, на самом деле. Это рациональное нечистое, они тоже счетные. Но вот отрезки, если мы будем мерить, то известно же, что проблема. Диагонар квадрата несоизмерима со стороны. А как раз принципиально вот это не может быть выражено в этих числах натуральных. Ну, это в целых. Или даже дробя, парцанал. Ну, это я без помощи, как вы понимаете. Совершенно. Нет, древняя же такая, в античности такая проблема. Диагонали квадрата так решена и не была. То есть она не соизмерима, и все. И ничего с этим сделать было нельзя. Там квадратового круга также. Площадь или окружность, там присутствие число Пи. Которое существенным образом как-то не является этим ни целым, ни рациональным числом. И рациональное число. Бесконечная дробь. Ну, как бы там если ее записывать? Бесконечная дистичная дробь. Именно с этим уже связаны понятия не природы, с этими вот и рациональными числами. Которых существенно больше, чем всех дробей и всех целых чисел. Ну, может быть, это интересно в самом деле. Может быть, и рациональные числа и дают нам выход к непрерывности. Да, так и есть. Я так интенсивно подумал, что вот это важная тема дискретна или непрерывна. Но пока что мы последование имеем на почве дискретности. И может быть, это любопытно, что и рациональные числа, они как-то выводимы из рациональных, да? Нет, они как пределы. То есть, ну, как бы, нужны некие специальные математические конструкты, чтобы их получить. На самом деле их как бы больше. Во-первых, нельзя пересчитать, да? Потому что там понятие мощности множества. Мощность множества – это некого рода показатель, сколько элементов у этого множества. Так вот, у множества вот этих вот и рациональных чисел, точнее, и рациональных чисел, у них мощность больше. То есть, их пересчитать невозможно. Два множества называются равномочными, если их можно взаимооднозначно сопоставить. То есть, указать некую функцию, которая взаимооднозначно эти элементы сопоставит. Так вот, счетное множество меньшей мощности – это множество и рациональных чисел. И взаимооднозначно соответствия такой не найти. На этом, на самом деле, построена вся дифференциальная, интегральная числение и дальше. На понятиях таких вот, исчистных чисел. И решены как раздревние проблем, связанные с непрерывностью, с квадратурой круга, с зеленого квадрата и прочее. Но это вырастает из обсуждения чего? Из обсуждения непрерывности, обсуждения бесконечности, непрерывности. Непрерывности. Просто, на самом деле, есть дроби. Допустим, мы можем строить последовательность на основе дробей. И последовательность, в принципе, может сколь угодно, или члены, сколь угодно мало дробей. И она может устремляться. Но, тем не менее, как бы, это есть, можно построить еще более точную последовательность, которая будет точнее этой, и более… его стремление к какому-то пределу будет более плавным, что ли, если там по-моему, с какой разницы. А самое интересное, что уже эти вещественные числа – это тот предел, ниже которого можно опустить с него. – В каком смысле? – Ну, еще какие-то числа, допустим, попытаться ввести. Но я имею в виду именно в смысле вот этого количества элементов в этих числах. Уже ниже не опуститься. Можно ввести комплексные числа, но это уже просто те же самые вещественные, с определенного движения. Ниже уже некуда опуститься. – А вещественные – это что? – Ну, это вот как раз числа, которые включают в себя все… это иррациональные числа. То есть это все целые, как бы… Понятно, что натуральный ряд, там, иррациональные числа. Рациональные – это все дроби, это рациональные числа. Но рациональные числа, они по мощности равны натуральному ряду, то есть они на самом деле их… Они счетные, их можно посчитать. Все рациональные числа, все дроби, потери, каши, то есть очень много, их можно посчитать. То есть они равномочные просто обыкновенно натуральным ряду. А вот вещественные числа, или их еще в действительной назовет, вот они как раз уже… Это некого родного класса. Новый класс чисел. Их существенно больше, чем натуральный ряд. Их посчитать невозможно. И понять непрерывность как раз связывается с этим числом. Ну, пока даже не соотнести, потому что непрерывности в фашистской теме не возникает. То есть тут даже нет оснований для каких-то зналений и сопоставлений. Угу. 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 Хорошо. Ну, например, очень замечательно. Конечно. Математик Кроникер, да? Еще в девятнадцатом веке считал, что человечественные числа – это что-то такое неправильное, что существуют единственные числа целые и дроби, и все. А все остальное, как бы, это уже что-то неправильное такое. То есть Бог создал только натуральный ряд – все. И все, что из него следует. Ну, там дроби – это как бы… Ну, вот так же выводится из натурального ряда, можно вывести понятие. Понятие дроби, там. А тут просто самое число. Это целые числа. То есть это дополняется еще и отрицательным числом, и натуральный ряд добавляет отрицательные числа. То есть Бог создал только натуральный ряд и все, что как бы с этого натурального ряда выводится. А все остальное – это уже… Это… Адьявол, что ли там. В том смысле, что это мы в математике. Он принципиально как бы не соглашался, что какие-то вводятся вот такие иррациональные числа. Принципиально. Причем это вот в 19 веке, там, такая вот, еще там кантор такой был, математик. Они там… У них какая-то там переписка есть там. Достаточно высоких там, там, они обсуждали эти вещи. Как это можно вводить какие-то числа странные. Ну, стандартно, например, корень из двух, да, там. Иррациональное число. Таких можно много. Коней из трех, коней из любого этого… Простого… Не простого какого… Простого какого… Простого числа, да. Там уже иррациональное число… Ну, в общем, иррациональных числов много. И сейчас вся математика на этом держится. Ну, наверное, может быть, не всякое. Ну, вот, скажем так, это очень важно – видение этих чисел. И время считается именно таким вот… Вещественной… Вещественной прямой, да? А, и точек же на прямой тоже… Количество… И несоизмеримых тоже невозможно посчитать. То есть, подожди, получается, что прямая – это аналогично действительным числам. Да. Можно сопоставить. Взаимно… Соответствие можно ввести между… На самом деле, более того, вот, отрезок 0,1… Можно ввести би-эксию, который будет этот… Отрезок 0,1 всеми вещественным числам. Ну, всем, как бы, в всей плоскости. Сопоставить. Или даже в своем пространстве и так далее. Но при этом сопоставление с натуральным… Но при этом оно не счет. С рациональным рядом не… Нет, не удается. Не удается. Дело твои, Господи. В отрезке 0,1, как бы, да, вот, все умещается. То есть, бесконечность там такая, что она, как бы, можно… Покрывает все. Любую другую бесконечность. То есть, есть два вида бесконечности. Бесконечность счетного ряда и бесконечность вот этого… Ну, не счетная бесконечность, да? Они разные как-то. Но при этом они равномочны. Нет, они неравномочны. Именно в этом и смысл. Что это две бесконечности. Они неравномочны. Нет. Или отрезок неравномочен натурального ряда? Натурального ряда. Но отрезок равномочен… Действительно. Действительно число. Когда мы говорим об отрезке, о прямой, то мы теряем понятие последования. Последование. Меня это смущает. Насколько… Последование существенно для определения вот этого самого действительных чисел. Отрезка неравномочен. Отрезка неравномочен. Отрезка неравномочен. Отрезка неравномочен. Там в этом… В этом отрезке важно, что между двумя точками можно бесконечный число точек поставить. Это… Это… Да. Но ко времени это уже не имеет никакого отношения вроде как. Отрезка неравномочен. Это же старая проблема зенона, когда мы делим на два. Да-да. Можем делить там до бесконечного. Пополам отрезок делим и можно сколько угодно делить. Ну, хорошо. Я просто не понимаю, как можно сравнивать действительные числа и натуральный ряд. Если мы натуральный ряд определяем как последование, а действительный ряд нет. Действительный ряд с помощью пределов определяется там. Сечения дедики, так называемые. Но там везде предельные переходы, там уже присутствует некого последователя. Это некого бесконечность перед переходом к тому, что такое. Иррационально что. Там всегда присутствует явным образом по некого рода последовательность. Бесконечная. Прямо в самом выражении того, что такое иррациональное число, всегда присутствует бесконечность. Если его записывать, то есть этими обычными цифрами. Каждый раз изображение этого числа будет выглядеть как некого рода бесконечности. В десятичной форме это значит после запятой бесконечное количество знаков. И никогда они не остановятся там. И дойдут до какого-то уровня и там закончатся. Они вот бесконечное число. Знал. После запятой. Вот в этом удивление как бы, да? Чтобы его записать, нужно как бы фактически бесконечности актуально ввести. Но это предел, в основании его лежит все-таки целое число и запятая. Да. Целое число, запятая и после запятой десятичные дроби, да? Пошли, пошли, пошли. Все больше и больше и больше. И так до бесконечности. И никогда не остановится. Если останавливается, значит это число просто рациональное. То есть разница между рациональными и рациональными численностями в том, что рациональное это дроби, которые имеют конечную запись, а и рациональное бесконечную запись. Ну тогда все-таки последование сохраняется. Раз мы имеем число десять и запятую дроби, то число десять как бы, сколько бы там не было. Но записать его невозможно. То есть фактически вот корень из двух, например, там мы как формулы можем записать. Но если мы начнем в виде десятичной дроби его писать, то мы никогда не сможем закончить. Ну это бесконечная, не периодическая дробь, да? Да, да, да. А эти периоды в период входят, да? Либо там заканчиваются, либо они в период входят, да? И все. Это рациональное число. Ну хорошо, хорошо. Значит, мы имеем множество, затем мы имеем рефлексию множества, переход к иному. Что дает нам следующее и вообще следование. И следование строится таким образом, что переход к следующему, мышление перехода к следующему и само следующее одно и то же. Когда мы мышим переход ко второму, то мы тем самым мышим второе. Или мыслью второе, мы мыслим тем самым переход ко второму. Переход ко второму, переход к следующему и само следующее одно и то же. Когда мы мыслим следующее, мы мыслим отношение следующего к предыдущему. И мышление отношения следующего к предыдущему и мышление следующего совпадает. Если это так, то мышление следующего имеет тоже две стороны. С одной стороны, мы берем следующее. Раз мышление перехода и мышление следующего совпадает, то мы не можем сказать, что переход опосредует следующее. Таким образом, возникает ситуация, что, с одной стороны, следующее мыслится как бы без перехода, ибо нет выделенного опосредования, между предыдущим и следующим нет ясного опосредования. А с другой стороны, такое опосредование есть, потому что мыслим все-таки переход к следующему, в отличие от просто многого. А мыслим следующее на том основании, что мыслим переход к нему. Значит, с одной стороны, мы следующее мыслим непосредственно, без опосредования. А с другой стороны, как опосредование. Если мы возьмем одну сторону, то она оказывается недействительной. Она невозможна как самостоятельный опыт. Если следующее непосредственно следует за предыдущим, то оно совпадает с предыдущим. Никакого следования нет. Если следующее непосредственно идет за предыдущим, то оно никакое не следующее, а то же самое предыдущее. Если второе непосредственно следует за первым, без этого опосредующего перехода к чему-то действительно самостоятельному опосредующему, то второе равно первому. В таком случае количественный ряд схлопывается. Третий совпадает со вторым, второе совпадает с первым, и мы оказываемся опять в ситуации содержания без формы. То есть ничто. Такой опыт невозможен в качестве самостоятельного. Если мы возьмем другую сторону следующего или следования, то есть ту сторону, где переход есть некое самостоятельное опосредствующее, то мы получаем уже другую ситуацию. Мы мыслим одно. Затем мыслим переход, который есть нечто опосредующее, иное, и мыслим иное. То есть мы сначала мыслим переход к следующему, потом само следующее. При этом мышление перехода к следующему и само следующее – это двухчастное движение. Мы просто раздифференцирование. Мы просто раздифференцирование различили при переходе к следующему переход и само следующее. Мы сначала мыслим переход, а затем, удерживая переход, мыслим следующее. Переход к следующему имеет двухчастный вид. Сначала мыслиться переход, затем само следующее. Сначала мыслиться отношение, следующее к предыдущему, а затем следующее. Вот эти два шага дают нам, собственно, уже не следующее, а большее. Если следующее мыслиться таким образом, что сначала мыслиться переход к следующему, а затем само следующее, то следующее превращается в большее. А если мы имеем новое следующее, то это будет уже не следующее следующего, а большее, большее. Двухчастный переход. Переход к следующему, он одночасный, поэтому, собственно, сам переход от следующего не отличается. Но если мы возьмем все-таки переход как нечто самостоятельное и опосредующее мышление следующего, то следующее превращается в большее. Следующее мыслимое как явно опосредованное, относящееся к предыдущему, это уже не следующее, а большее. То есть мы получаем время как увеличение. Теперь мы понимаем время как увеличение, не только последование, но и прибавление. Следующее теперь не просто следующее, а большее, чем предыдущее. Таким образом, мы имеем два времени. Одно время заключает в себе простое последование, другое время заключает в себе прибавление. Следующее уже не просто следующее, а раз оно опосредовано переходом, оно есть большее. Раз переход выделен как самостоятельное звено в общем движении к следующему, то следующее достигается не одним шагом, а двумя шагами, сначала переход, а потом следующее, то следующее превращается в большее. Просто большее – это же относительное понятие. Не бывает просто большее, а бывает больше чего-то другого. Так мы находимся в счете. Один и два, да? Да. Мы находимся в счете. Два больше, чем один, не просто следует за одним, а больше, чем один. Три не просто следует за два, а больше, чем два. Мы имеем увеличение во времени. Времени может быть теперь больше и меньше. Но количественный счет, еще раз, количественный счет – это то же время. Это одно и то же время или разное? Ну, количественный счет – это рефлексия порядкового счета. Порядок счет задается тем, что переход завершается, но совпадает с мыслением следующего. Мыслям переход следующим, и мысли следующие – одно и то же. Следовательно этого движения есть две стороны. Либо следующее вообще неопосредованно, раз переход, и следующее – одно и то же. Тогда оно совпадает с предыдущим. Либо следующее все-таки опосредованно, и тогда опосредованно мы мыслим как нечто самостоятельное звено. Но звено как часть некого цивола. Не самостоятельное звено какое-то, а мы сначала мыслим. Переход, затем мыслим в следующее, тем самым следующее превращается в большее. Сначала мыслим переход, затем, сохраняя мышление перехода, мыслим следующее, и следующее превращается в большее. Я все не очень понимаю. А что, собственно, изменилось? Ну вот мы осознали переход в качестве опосредования. И мы его выделяем в самостоятельный некий этап. То есть мы сознаем переход, а потом, собственно говоря, он происходит. Так ли, да? Да. А что, собственно, изменилось? Почему это получается уже не просто переход к чему-то другому, а именно приращение? То есть, как бы, до сих пор у нас была некоторая вот такая текучая цепочка. Когда мы понимали, что это однонаправленное такое движение, это вот течение, тут все логично. А здесь, чтобы мы мыслили именно приращение, у нас уже должно быть точка отсчета, видимо. Для того, чтобы мы понимали, что происходит увеличение. А если с другой стороны нет точки отсчета, то чем такое увеличение может отличаться от простого движения следующего? А если все-таки точка отсчета есть, да, то каким образом это произошло? Потому что все, что мы сделали, мы отрефлектировали опосредование, уже имеющееся в следующем, в переходе к следующему. И мы сделали только это. Мы как бы сделали движение от одного к другому более ясным, с выделением опосредования в качестве отдельного шага. Но мы тем самым когда успели положить точку отсчета? Или что? Ну, в общем-то. Ну, опять точка отсчета, вот тут. Это опять исходная мысль, что многое является основанием счета. Либо единица. Как все думают, мы берем единицу и потом начинаем считать. Единица ничего не предшествует. То есть ей ничего не предшествует. Она же предшествует чему остальному. Я пытаюсь сказать, что исходами является множество. И рефлексия множества дает нам следующее. Потому что если иначе рассуждать, искать точку отсчета, то и следующее не получить без точки отсчета. Вы почему-то усомнили сильно, можно ли многое получить без точки отсчета. Больше без точки отсчета. А следующее тоже не получить без точки отсчета. Тогда я не вижу принципиальной разницы между следующим и большим. По существенно это понятно, в чем разница. Из построения хочется сказать, что непонятно. Ну да, конечно. Только про это речь. Тогда не надо говорить, что это большее. Тогда следующий шаг рефлексии не просто множества, а уже следующего. Вычленяется переход в качестве опосредования. И, ну да, некоторые движения от предыдущего к следующему изменяются. Вместо того, чтобы быть однотактным, то есть мышление перехода есть уже полагание. Есть, нет. Есть мышление перехода и есть полагание следующего. Тогда какое это большое? Это просто какой-то новый способ мыслить следующее. Ну, что-то я могу сказать. Мне представляется, что когда мы удерживаем переход как вычлененное опосредование, то это уже не переход к следующему. Когда мы мыслим следующее и удерживаем отношения, когда мы мыслим следующее, мы не удерживаем отношения. Мыслить отношения – переход. И мыслить следующее – одно и то же. Мыслить второе – это то же самое, что мыслить отношения второго к первому. Мыслить второе – это то же самое, что мыслить отношения второго к первому. Мыслить третье – то же самое, что мыслить отношения третьего ко второму. А здесь отношения превращаются в нечто различенное. Теперь мыслись второе, значит мыслись второе и отношение второго к первому. Мыслись второе, значит мыслись второе и к тому же мыслись отношения второе к первому. Для меня совершенно очевидно, что это большее. Второе превращается в два, как было от настаивательно логически. Если мыслим второе, мы мыслим одновременно и отношение к нечто развлечённое. То есть второе – это отношение и второе. Второе – это отношение к первому и второе, третье – отношение ко второму и третье. Я называю это счётом, но уже количеством. Два больше одного, три больше двух. Неочевидно, да? Угу. Просто как вылезает категория количественного счета? Ну, как бы… Вроде что-то такое есть интуитивное, по роду подобное. Но ты почему категория количества друг были за это? То есть её не было, потом раз – она появилась. Вот я ещё что подумал. Посмотрите, у нас исходная ситуация множественности. Рефлексия множества этого даёт нам переход в следующее. Переход этот имеет ту особенность, что мыслить переход и полагать следующее – это один акт. На мой взгляд, это означает, что мы в этой первой рефлексии множества, мы получаем вот такое скользящее следующее. Мы удерживаем себя в качестве причины, рефлектируя это множество и, так сказать, воспроизводя это скользящее следующее. Теперь у нас следующий шаг. Мы осознали переход и полагание следующего. По-моему, это означает всего-навсего то, что я мыслю. Отношения следующие и предыдущие. И всё. Вот это вот просто, если раньше у меня было всё время следующее, и я понимал только как бы не вполне отчётливо, что поскольку это исходило из ситуации множества, то это скользящее следующее, но оно как бы такое одинокое скользящее следующее. То сейчас у меня скользит не следующее в одиночку, а вот целая прям тройка. Отношения следующие и предыдущие. Вот такая тройка начала у меня двигаться по этому множеству. Всего это, по-моему, как бы точно так же описывает ситуацию, только без слова больше. Я удерживаю это отношение, и тем самым у меня возникает не просто следующее, но и предыдущее. Что я могу сказать? Это счёт. Если мы возьмём предыдущее, переход и следующее, то получится уже один плюс один. А мы имеем дело с счётом. Два больше, чем один. То есть мы всё равно не мыслим предыдущее. Мы всё равно предыдущее не мыслим, как и в следовании. Очень странно. А как нам тогда удаётся удерживать это отношение? Потому что ведь, вообще говоря, отношение, будучи осознанно как отношение, требует двух плюсов между которыми. А здесь, получается, у нас есть отношение, есть один из плюсов, а второго по-прежнему нет. Потому что, как вы сами говорите, вместо одночасного построения у нас двучастное построение, но всё равно построение. Всё равно построение два. Теперь два. Всё равно построение следующего. Ещё одно, а потом построение следующего. И в некотором роде мышление следующего всё равно совпадает с его построением. Только оно двучастное. Ну вот как два яблока посчитать? Хорошо мы говорим одно, потом переход, второе. Получается два. Так мы напомним? Вот это два яблока. Можно считать, что один, два по порядку, а можно считать, что один, то есть первое, второе можно говорить, да? Яблоко. То есть по порядку они. Первое, второе. А можно говорить как один, два. В двух яблоках, вот когда мы говорим два яблока, то что я прибавил? Прибавилось то, что первое и второе, они отличные, и между ними есть как бы разница, и мы их берём как оба. Когда мы считаем яблоки, например, один, потом два, мы действительно считаем, один, два, допустим пальцем указываем, один, два. Но два получается уже как бы как два яблока. То есть мы их прибавляем, конечно, приращиваем. Нет, у нас получается не зло яблоко, я понял. У нас получается второе яблоко с пониманием того, что второе больше, чем первое. Ну не в смысле своего размера больше, а... Если больше яблок. Больше яблок. Больше яблок. Как-то так, да. Вот именно как-то так. То есть понимаешь, как... Не два яблока получается, а как-то больше яблок. Совершенно верно. То есть получается, вот у нас всё время одно яблоко. Только теперь это не следующее яблоко, а больше яблок. То есть оно как бы... Вот как оно было следующим, то есть это некоторое одно с хвостиком, да, то теперь у нас этот хвостик просто более ясно осознан. Но яблоко по-прежнему одно. В смысле второе, да? Да, второе. Второе по-прежнему одно. Не вместе с первым. А два-то? А как два-то? Вот я хотел бы понять, что только это два-то, это ведь количество. А количество и как? А количества у нас ещё нет, я понимаю. Вместе с первым должно быть. Количество? Ну, повторюсь, по-моему, тогда здесь количества просто нет. Ну, похоже, да. Либо оно какой-то количественный счёт, в отличии от количества. Количественный счёт – это счёт с превращением. Ну, а почему что? Количественное счёт – это не количество. Если это время, то один момент в случае простого следования. Один момент, следующий момент, следующий момент, следующий момент. Всё. Больше их нет. Они всё просто следующие. В случае, если следующий мыслится с удержанием отношения к предыдущему, но предыдущий не мыслится. Следующий мыслится вместе с удержанием отношения к предыдущему. Но мы имеем ту же ситуацию, что и с первым временем. Идёт построение. Построение второго момента. Это построение двучастного. Сначала мы с ним переход к следующему моменту, затем к следующему моменту. Переход, естественно, удерживается. И тогда этот следующий момент получается уже большим. Но не в смысле два момента ряда. Это счёт. По-прежнему счёт. Поэтому, коричственный счёт, то есть, он даже схлопывается. Мы опять можем сказать, что переход ко второму, ну или к двум, я не уверен, что это… Видите, два путает немножко. Два, получается, два яблока у нас. Да. Два, я не уловил-то, поэтому согласился с вашей терминологией. Нет. Получается то же самое второе, которое больше первого. То есть, счёт. Раз-двучастное построение второго, но оно всё равно построение второго, поэтому оно… Опять, это двуучастное построение второе, и мысли второе, одно и то же. Это очень похоже на порядковый счёт, потому что то и другое счёт. Так вот, об этом и говорит Игорь, что то и другое счёт, и он не очень понимает, что это такое принципиальное разница, что отличие… Ведь существенное отличие в превращении, введении понятия количества. Что такого возникло, что вот обязательно возникло количество, а не просто разновидность следующего? Теперь второе мы мыслим вместе с отношением к первому. Но первое – не мысли. Второе мыслится таким образом. Сначала мыслится переход отношения, а затем мыслится второе. И вот это двуучастное построение и есть второе. Мыслить второе – значит мыслить двуучастный переход ко второму. Мыслить второе – значит мыслить двуучастный переход ко второму. Поэтому точно так же количество счет схлопывается, как и порядка. А может быть это не количественный счет? А может это все-таки счет с превращением, но еще не количество? То есть некое превращение есть, но не количество счета? Ну подумайте сами, если мы мышьним второе… Если есть превращение, то это количество? Если мы мышьним второе яблоко вместе с отношением к первому, но без первого. Мне кажется, это означает, что второе больше, чем первое, чем одно. Оно, собственно, не первое, но одно. Так оно больше потому, что затрат умственных удержать – это больше переход. В чем большинство? Два одинакового яблока? Большинство в том, что сохраняется мышление и отношения. как часть перехода ко второму. Отношение и переход мыслится как часть перехода ко второму. А весь переход во втором заключается в мышлении перехода сначала, а затем мышление второго. Можно же понятия есть меньшее, можно же уменьшать. Точно так же может второе яблоко, может маленькое, может она там… Как они там называются? Такие маленькие яблочки. То есть первое яблоко большое, а второе маленькое. Это уменьшение. Преращение состоит в чем? В количестве яблок или в количестве… В количестве чего мы тут считаем? Вот так вот можно сказать. Количество яблочностей, да? Или там чего? Ронетки, ронетки вспомнил. Одну, например, огромная яблоко, а вторая – ронетка. И все равно больше. Конечно. Счет же, счет. То есть больше, значит, это оценка ситуации в целом, да? Чтобы превращение появилось. Было яблоко, а теперь яблоко, плюс, еще и добавка. Не плюс. Счет. Плюса здесь нет. Плюса здесь нет. Вот это вот N плюс 1 все путает. Счет не предполагает плюсы. Плюс – это операция. 1 плюс 1. А счет – это что-то другое. Тут надо подумать. Посмотрите опять же свои математические хроники и посмотрите, как с этим дело стоит. Потому что плюса нет. В счете плюса нет, по-моему. Нет, счете плюса нет, точно. Там его можно ввести, но это уже будет что-то другое. Значит, переход ко второму есть часть перехода ко второму. Другой часть перехода ко второму является второе. Но мышление этих двух частей, переход ко второму и второе, и мышление самого второго, уже как большего, это одно и то же. Потому что переход и второе – это построение второго. Сначала переход, потом второе – это построение второго. Поэтому мысли второе, как большее, и мысли за двух частей переход – это одно и то же. Поэтому мы опять имеем ситуацию схлопывания. Обосредование еще не между первым и вторым, а как способ построения второго. То есть второе, и вообще говоря, вот это количество – это все-таки характеристика опять формы, а не предметов. Не предметов стало больше. Просто характеристика формы, да? Форма больше. Форма больше, совершенно верно. Не предметов стало больше, никоим образом. Форма стала, форма стала, была форма следующая, теперь форма больше. А предметом больше становится только в случае один плюс один. Вот там предметов становится больше. Значит, когда мы имеем большее, мысли имеем, есть интуиция все-таки, возникла какая-то? Ну, если… Ну, если… Ну, если… Ну, если… Ну, если… Ну, если… Действительно, тут не просто как бы предмет, а предмет с переходом. То есть это же характеристика формы, а не характеристика предмета. Конечно. Нет, ну, мне стало легче. Я понимаю разницу между следующим и вот этим так называемым «больше». Просто я не очень понимаю, почему это все-таки больше. Каковы у нас основания так думать. Но, в принципе, этот ход понятный. Что мы различили… Что мы различили… Мы различили сам переход и положенное одно, положенное вот. И тем самым мы имеем нечто одно, относящееся к предшествующему. Ну… Может, вам поможет больше и больше. Потому что, если мы возьмем новое большее, третье, то оно будет уже больше и больше. То есть оно будет находиться… Мыслиться вместе с отношением ко второму, которое мыслиться вместе с отношением к первому. Поскольку второе, в определение второго, в случае уже коричневого счета, входит отношение к первому, то третье, которое мыслится вместе с отношением со вторым, является большим большего. То есть оно мыслится вместе с отношением ко второму, которое мыслится вместе с отношением к первому. И мы тут неизбежно, на мой взгляд, получаем именно больше. То есть растет. С пониманием отношения как чего-то такого, действительно, опосредующего. А нельзя ли сказать, что вот в этом движении, в вычленении опосредования и в двухтактном полагании следующего, мы просто рефлексируем однонаправленность нашего движения по множественности. То есть мы сначала отрефлексировали множественность и в первой форме получили следующее, то есть некоторое движение по этому множеству. А теперь мы ясным образом осознали именно направленность движения по этому множеству. То есть как бы вот то, что вы выражаете, больше, большего, 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 большего. То есть мы понимаем, что мы как бы движемся направленно. То есть не так мы перескакиваем с одного элемента на другой. Вот. А именно мы продолжаем движение по этому множеству. И это у нас вот просто именно направленность движения. И как раз тогда вот эта связка большего, 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 которая вытягивается хвостом за этим новым следующим. Она как бы нам дает вот такой вектор, что ли. Не знаю, как можно ли тут сказать про вектор. Ну, в общем, у меня главное соображение, что это может быть рефлексия направленности движения по множеству. Мне кажется, рефлексия направленности была уже следующей. Ну, отчасти. Да, здесь, конечно, сильнее. Отчасти. Но здесь она совершенно явна. И мы тогда приговаривали, когда мы говорили о множественности, что да, тут мы открываем и направленность движения. Здесь мы... Просто... Я еще даже в плане простого изложения, да. Первая форма рефлексии множественности нам открыла движение по этому множественности. А вторая форма нам подчеркивает, собственно говоря, однонаправленность этого движения по множеству. Ну, однонаправленность была и в исследовании. Ну, да, мы ничего не изобретаем, мы открываем то, что есть, но просто здесь мы это делаем более явным. Конечно, конечно, раз не просто следующее, а большее, то, конечно, это вот... Времени становится больше, потом еще больше, еще больше. Оно... То есть, первый элемент зафиксирован? Откуда отсчитывать? Неоткуда. Здесь ничего не получается. Есть множество. Рефлексия множества дает следующее. Рефлексия следующего дает большее. А почему не каждый раз... А и следующее большее — это рефлексия отношения между элементами, которые составляют множество. И просто больше и большего — это же фиксируй первый элемент навсегда, потому что больше, больше, больше и так далее, и этот первый элемент навсегда останется первым. Как часть всего движения вот этого. Вот так и останется в начале. Самым меньшим. Тогда получается, что Аристотель говорит, что самым меньшим числом является два, а у нас появляется самым меньшим числом является три. Ну да. Чтобы была единица, нужна двойка, говорит Аристотель. А если Булат правильно говорит, то... Только следующее и следующее дает нам фиксацию одного. Может быть, вы правы. Может быть, вы правы. После следующего еще как бы не очень понятно. Там может возникнуть ситуацию, которую, опять же, вы инициировали когда-то. Что новое и следующее будет возвращением к первому, к следующему. И повторением. Повторением, да. Повторением, да. То есть она определяется через следование следованием. Мы получаем понятие очень, на мой взгляд, симпатичное мышление. Мы не определяем единицу. Это означало просто вот. Вот она. Накашка Пифагорского. Единица божественна. То есть мы соединяем как одно. Оба. Одно. Но тогда это дает нам созерцание. А мы... Тогда есть стартовая точка некоторого созерцания, от которого начинается движение. Да, 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 да. Даже как время является априорным созерцанием, так и одно является неким созерцанием. Ну, как и в математике тоже одно какое-то начальное есть, которое просто преддано и все. Где? Ну, в математике здесь мы читали еще. Да, да, да. Просто преддано одно сразу и все. Одно, да. Оно вот как бы и есть. Все остальное выводится. Через последование, да. А в нас следование как бы первее. Одного. Наоборот, из... Если быть причиной, знаешь, что производить себя причиной, то причина определяется через воспроизведение. То есть сначала как бы многое... Ну, не сначала как бы это... Способ определения, а... Причинение... В воспроизведение. Нет. Здесь тоже так же определение следований, через следований следований, и тогда одно остается на месте. Может быть и так. Потому что фиксации одного мне не хватало. Я не хотел его фиксировать вот так... Приказано в порядке, да? Да. Что единица божественная. Потому что действительно было... означает созерцание. Да. А здесь мы вот... Практика получается, что мы... Так деятельно получаем... Фиксированное начало. И каждое следующее и следующее у нас возвращает к единице. Угу. Вспоминать как бы о ней, да, что она есть. Да. Сколько бы этих следующих не было, каждое новое следующее у нас возвращает... Именно к единице. Не к предыдущему, а к единице. Так само определяя ее, да? Постоянно. Да. Постоянно определяя ее, возвращаясь к определению единицы. То есть... Ну, как бы косвенно определяя. Потому что прямого определения единицы не состоялось. А вот, так сказать, косвенно. То есть, как некоторый побочный эффект перехода... Ну, да, да, да. Такая божественная единица, как... Как это сказать-то, да? Как результат. Да. Как следствие. Как следствие, да. Перехода. Да. Она действительно божественная. Потому что мы действительно... Каждое следующее... Каждое следующее... Следующее у нас... Возвращает нас к единице. И она... Действительно... Выделяется из... Из... Из ряда. На большее и большее, тем более. Большее и большее, как бы, действительно усиливает направленность на... На... Большее. Ну, слушайте. Ну, у нас и волки сыты, и овцы целы. Потому что тогда я понимаю, почему больше. И тогда мы избежали созерцания, как условия начала нашего движения. Все? Красота? Да. По-моему, да. По-моему, так и есть. По-моему, так и есть. Угу. Ну, хорошо. Следующий раз нам надо будет получить вот ядин плюс один. Ну, это уже счет предметов, да? Это уже операция, да. Это уже счет предметов, да. Это уже два яблока. Ага. Которые больше, чем одно яблоко. Это еще другое совсем. Ну, там свои сложности возникают. Но там интересно... Я не буду сейчас движение само совершать, но... Там интересно, потому что тоже один плюс один плюс один плюс один. Такая форма. Но... Тогда время получает интересное определение. Один плюс один, плюс один, плюс один. Это означает, что есть последование. все равно плюс один, плюс один, плюс один. Но при этом последующее мыслится вместе с предыдущим. То есть получается, я просто предлагаю вам подумать, самопостроение построим, как можно, как-нибудь. Но в результате получится все равно вот это вот интересное построение о времени, как разворачивающемся свитке. Сохраняется предыдущее. Плюс один, плюс один, плюс один. Когда я мыслю плюс один, как вы предполагали уже. Здесь, да. Первое одно, да. Первое одно остается. Последование есть, но последование не смещает собой, не заменяет собой, как в счете. Не заменяет собой предшествовать. И разворачивается свиток. время, как разворачивающийся свиток. Это что-то я никогда с таким не сталкивался. Это явно время. Может, плюс один, плюс один, плюс один. Явно это разворот. Следующее не заменяет самой предыдущей. История уже не просто время, а история. То есть уже время, которое имеет прошедшее, значит, настоящее, то есть какие-то уже имеют части. Части, да. История, да. Счет не имеет частей. Совершенно верно. А здесь появляется часть и целое, но это все-таки время, понимаете? Часть и целое – это пространство. Кто ж так? Часть и целое – это пространство. В нормальном понимании. А здесь мы имеем, действительно, часть и новое время. И что это? Даже независимо от того, как получится переход, но такая вот реальность какая-то внутренняя, она есть, но вот это разворачивание времени – это мне не удалось вполне как бы так адекватно соотнести. Тут понятно, что простое исследование, потом увеличение времени – это узнаваемо. А разворачивание времени – это что-то совсем неожиданное для меня показалось. Спасибо. 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 Продолжение следует...